Всем привет! С вами художник и кремер Тинякина Светлана, модель у нас Вика. Привет! И мы делаем красивые локоны на среднюю длину. Поехали! Ох уж эти женщины! Кудрявые волосы выпрямляем, а прямые завиваем. Да, сегодня делаем укладку на среднюю длину, среднюю густоту и очень красивые объемные локоны. Предварительно для объема я проработаю утюжком гофре половину длины волос. То есть прикорневую часть очень плотно прижимаю, а до половины практически нажим уменьшаю, на нет свожу. И прорабатываю все полностью волосы до макушки, прям включительно, тщательно, мелко, видите, все прижимаю. На это время не нужно на такую длину буквально минут 7. То есть изначально для укладки нужны просто чисто вымытые сухие волосы. Конечно, можно и не прорабатывать утюжком гофре прикорневую часть. Единственное, тогда вам нужно плотнее делать прикорневой начес. В таком случае тогда укладка будет настолько же объемная. И следующий этап я отделяю зигзагом теменную зону. Смотрите, теменная зона у меня достаточно выделена глубоко. Всю остальную часть волос я буду продольными зигзагообразными проборами делить. Очень крупно, смотрите, зигзаг у меня сделан. И вот такую вот крупную прядь я буду вертикально накручивать на плойку 38 мм. Кручу на лак. Смотрите, лак использую в данном случае good to be стальная хватка. Он дает такую очень жесткую и сильную фиксацию. Таким образом прядь вот перпендикулярно просто стоит. Еще она стоит перпендикулярно, потому что я добавляю прикорневой плотный начес. Прямо вот смотрите, взбрызгиваю. Good to be luck. Еще раз заглаживаю начес, чтобы он был чистеньким все-таки, то есть не грязный внутри основа должна быть. И после этого только буду выполнять накрутку. Видите, как я тщательно каждую прядь прорабатываю, то есть чтобы она была чистая, потому что это очень важно, потом в разборке вам удобно будет. Плоечка у меня 38 мм, достаточно объемная. Рабочее пространство у нее больше, чем у обычных плойок. Она очень удлиненная. И 230 мм нагрев. Алиэкспресс. В прошлый раз я ее вам разрекламировала, и вы спрашивали, где. На самом деле я написала ссылку, может кто-то не заметил, то дублирую в этом видео, в комментарии обязательно смотрите. Я написала ссылочку, при желании можете приобрести дешевый сердито. На мой взгляд, очень хороший вариант. Смотрите, накручиваю каждую прядочку. Обратите внимание, от центра затылка и до виска от лица все прядочки идут. То есть в одинаковом направлении. Направление я не меняю. Каждая прядочка крутится от лица. После того, как я спустила прядочку с плойки, я тут же в ручки ее беру и опять фиксирую. Поддуваю. Соответственно, прядь у меня еще раз фиксируется. И смотрите, насколько приподнята она оказывается. То есть у меня буквально корешечка такая получается из локонов. Вот. Половину я накрутила. Вторую половину я накручиваю так же. С начесом прикорневым все то же самое. Только направление уже к центру, противоположно от другого виска. Можно накручивать на пенку такие локоны. Можно на голубой шварцкоповский лак. Смотрите, кто-то накручивает на жидкий лак шварцкоп. Прекрасно тоже можно делать. Все зависит на самом деле от волоса. Насколько у вас волос вот так вот сможет затвердеть в стоячем таком вот локоне. Очень часто вы мне пишите, когда вы смотрите мое видео, я брызгаю лаком, накручиваю прядочку на плойку и идет дымок. Девочки мои, ну это естественный процесс. Естественно, лак это все-таки жидкий спрей, который имеет свойство испаряться. Волос имеет влагу внутреннюю и поэтому весит состав, конечно, под нагревом начинает испаряться. Это норма, то есть это не то, что жгется волос. Это естественное состояние при накрутке. В этот момент я, смотрите, горизонтальным пробором накручиваю всю теменную часть. И очень важный момент, плойку я также держу все время в одно направление. То есть я не меняю направление, выбираю его и, соответственно, кручу, направляя только в одну сторону. Каждую прядочку полностью буду накручивать на макушку, то есть на объем все пряди. Как правило, в укладках нужна приподнятая объемная теменная часть. И именно вот у меня в этой укладке хохолок приподнятый от лица. Таким образом, каждую прядку я накручиваю толщиной, беру полтора сантиметра, не больше. За счет этого будет прекрасный объем. После этого я начинаю разборку. Обратите внимание, в руках у меня спрей-воск Редкин. Наношу спрей-воск и прочесываю прядь. После этого буду выделять именно текстурные прядочки. Для этого, собственно, я воск использую, потому что он задает вот такую вот приятную основу. То есть прядь уже у меня не электризуется, хорошо разглаживается и хорошо вот так вот, я бы сказала, залипает даже в такие текстурные прядочки. А фиксацию произвожу на жидкий лак Шварцкоп. Если волосы тонкие, то, конечно же, не используйте жидкий лак, потому что он все-таки утяжеляет. Если волосы, наоборот, такие вот тяжелые, трудноподдающиеся, то, конечно же, жидкий лак вам в помощь. Когда вы используете жидкий лак или любой другой лак при уже разборке прядочек, то в момент, когда вы им пользуетесь, поддуваете, стоите, дуете на каждую прядочку. И, соответственно, она вот так вот затвердевает в сухом, таком стоячем состоянии. Вторую прядь я разделила на две. Я демонстрирую, что можно на самом деле полностью вот эту вот продольную накрутку делить на несколько частей. Таким образом, у вас есть вариации для различных именно моделирований. То есть, если хотите, вы как-то что-то форму выкладываете по-особенному, поэтому накрутка есть, прядочки прекрасно проработаны. Поэтому вы можете уже разборку по своему настроению делать. А если волосы, ну, не такие густые, что-то там моделировать и не с чего особо, поэтому вы можете сплошняком целую продольную прядь также и выкладывать. Прядь находит одна на другую, то есть сцепляется. И, соответственно, нету пробелов между ними и дырок. То есть, как бы, основная часть разборки заключается в том, чтобы соединить предыдущую прядь со следующей и сделать максимально пробелы между ними невидимыми. По поводу диаметра плойки, конечно, вы могли взять и 32 мм, и 25 мм. В таком случае у вас разница в чем? В том, что, естественно, прядь образует уже локон более крутой. И объем в прическе совершенно от другого будет достигаться от того, что локоны более спиральные, приподнимаются по-другому. Здесь они ложатся более волнами. Соответственно, 38 мм в этом различии вам и дает. И когда вы меня спрашиваете, какую же мне плойку купить, как вот вам ответить однозначно. Если ваша задача дома накрутить себя одну, родную, любимую, это одна задача. Если вы, как бы, работаете профессионально, то насколько профессионально, насколько вы хотите расширить именно круг своих клиентов, то, соответственно, настолько и должен быть у вас разнообразный инструмент. Перешла укладывать прядочки с противоположной стороны. И после этого я начинаю разборку верхних своих прядей. Если, смотрите, вам недостаточно кажется объем-начес прикорневой, то вы можете смело добавлять его. Тут зависит от того, что насколько вы хотите объемную укладку сделать. И разборку я уже начинаю именно в ширину. То есть перекрываю все прежние именно продольные прядочки, чтобы они у меня были перекрыты верхними красиво. Поэтому верхнюю прядь я максимально расширяю, добавляю ей текстуру, опять же, красивых волн. Видите, вытаскиваю. Еще раз, когда вам не нравится волна, вы вытащили прядки, разложили эту прядь, но вам она не нравится, не так красиво легла, смело берем снова в руки, прочесываем и укладываем так, чтобы она вам понравилась. То есть это обязательно условие, потому что вы уже работаете с верхними прядями. Верхние пряди кроющие, и они, как правило, уже создают полностью вид самой прически. Поэтому каждую прядочку верхнюю прорабатывайте очень тщательно. Пряди на теменной зоне я делю на несколько частей. То есть в зависимости от того, где мне не хватает объема, я направляю и прядку в ту сторону. То есть направо, налево могу, потому что она у меня накручена и, соответственно, может в любую сторону располагаться и красиво создавать волну. Смотрите, а центральную часть, видите, я прекрасно перекрыла центр макушки самой. Вместо спрея воска можно что использовать? Спрей блеск. Он только единственное не фиксирует волос. Спрей воск все-таки обладает фиксацией. Можно наносить самый обычный, пастообразный воск на пальчики и также разбирать каждую прядочку. То есть все зависит от вашего мастерства и от средств, которые у вас есть в наличии на самом деле. Есть очень много разных вариантов укладывать локоны. И я вам уже достаточно роликов записала, как укладывать на утюжок, мелкое афро делать, или наоборот пляжные локоны. Поэтому заходите на мой канал, подписывайтесь и смотрите старые мои ролики, а также не пропускайте все новые в новом году уже. А я доделываю теменную зону и именно приподнимаю очень сильно. Обратите внимание, на самом деле вот этот подъем, хохолка верхней части теменной зависит от того, как клиент у вас любит. Много объема, мало объема, поэтому смело разворачиваем в зеркало, чтобы клиент видел себя и регулировал вот этот, подсказывал вам объем. А еще, чтобы сильнее зафиксировать укладку и именно задать ей направление от лица, я что делаю? Брызгаю лаком и тут же беру фен, на холодный воздух ставлю и поддуваю, то есть фиксирую прядочки. фен держим на такое расстояние, чтобы прическа не раздувалась, а все ближе и ближе подносим, и таким образом вы уже чувствуете, насколько направление ветра не сдувает прическу. Добавляем макияж, и вот у нас конечный, красивый, романтичный образ получился с Викой. Такой образ подходит на самом деле как невесте, так и на любой торжественный случай, любой возраст, я считаю, и прекрасно подойдет для того, чтобы встретить Новый год. Да, дорогие мои друзья, коллеги и просто любители красоты, я вас сердечно поздравляю с наступающим новым 2018 годом, чтобы у вас было крепкое, крепкое здоровье, чтобы все, что вы загадали, обязательно сбылось, и удача сопутствовала вам целый год. С вами была художник-гример Денякина Светлана, прекрасная модель Виктория. Всем спасибо за просмотр, увидимся в новом году. Субтитры подогнал «Симон»